Привет, дорогие друзья! Многие знают, что Миша был на передаче нового шоу. Ты, наверное, уже там посмотрел, экран же есть? Да, слушал. Что думаешь? Я ездил с ним, был в зале, сидел, и во многих, так сказать, дискуссиях хотелось поучаствовать. У меня не было, к сожалению, такой возможности. Если спрашивать мою позицию в этом вопросе, а я напомню, тему была мат в интернете, ну, конечно, я считаю, что мат не нужен, потому что это грязные слова. Грязь нужно убирать. Если у тебя это есть лично, да, там, среди дома, среди своих знакомых, ну, это, конечно, это твоя личная, твоя, как бы, беда, но в целом я по жизни слежу за своей речью, не в зависимости от камеры передо мной, один я, или с друзьями, с близкими, стараюсь вообще не использовать мат, и в связи с этим у меня нет каких-то сложностей, что мне трудно себя сдерживать, все прекрасно. И люди, которые пытались защитить позицию за мат, ну, конечно же, нормальных каких-то объективных аргументов они сказать не могли, и все скатывалось в какую-то примитивщину, либо в какие-то бытовые примеры. Ну, это, знаете, сложно занимать изначально неправильную позицию и пытаться выставить ее правильно. Привет, ребята! Сегодня у нас тема, за которую нас ругают. Мат в интернете — это плохо. То, о чем я и говорил, тема про мат в интернете, обсуждать будет что угодно, но не эту тему, потому что тут все, на мой взгляд, очевидно, и вопрос риторический, когда спрашивается, нужно это или нет. В целом я считаю, что мат по-любому должен быть, но большинство людей, мне кажется, против этого, из-за своих, может быть, детей, у меня просто у самого есть дочка, но в целом я, когда я даю ей свою трубу, и она мне ее просит, и я говорю, ну, я скачал туда приложение YouTube для детей, там, в принципе, максимально все это ограничено от ребенка. То есть, если здравый родитель понимает, да, что в YouTube это все есть, потому что нам это интересно с матом смотреть, это совсем другая картинка, когда это все смотрится с матом, и восприятие может быть круче. Странная мысль этого человека, а почему от детей нужно мат ограничивать, почему детям не нужно его давать? Может, стоит задуматься, все-таки, действительно, это какая-то плохая вещь, которая детям не нужна, а мы уже взрослые, нам, как бы, у нас можно уже все плохое вливать. Кто переживает за детей, есть куча всяких приложений, которые... Даже приложение не помогло. У меня дочка пришла с садика, и слово, блин, я первый раз от него услышу, я оху... Мне кажется, вот кому-кому, но не дурдубило удивляться, что его дочка ругается матом, потому что, наверное, скорее всего, не она из садика домой принесла, а в садик она, скорее всего, из дома принесла. Ты что, матом дома не ругаешься? Ругаюсь! Что и стоило доказать, на мой взгляд, даже дополнить нечем, потому что уровень его рассуждений просто, ну, удивляется, и даже не прокомментируешь никак. Чего ты тогда расстраиваешься, что у тебя дочка из садика принесла? Дело в том, что нельзя давать привыкание, но она еще не понимает, что это плохо. Этой фразой он четко дает понимать, что он знает, что мат это плохо. Он понимает, и я прихожу к выводу, что он осознанно несет мат в своих роликах, понимает, что это плохо. Вот это самое печальное, потому что одно дело, когда человек по глупости, что делает, ну, там, по молодости, не знает, что это плохо, заблуждается, думает, что в этом ничего такого нет. Ну, он все четко, прекрасно понимает. Когда она посмотрит твои выпуски, будучи взрослым, хотя бы 9-10 лет, и будет повторять, и придет тебе и скажет, пап, почему ты... Я скажу, это кино, это фильмы вы снимали. Фильмы художественные. Ну, согласись, тоже не очень. Конечно, не очень, Амиран. Скажешь, доченька, я купил на это 10 квартир, оплатил тебе садик. А она такая, ах... Я хочу своим детям сказать, очень хорошая логика. На самом деле, они примерно на протяжении всего шоу будут переводить серьезную тему, которые они сказали, что она серьезная, они будут переводить примерно в шутки, потому что, ну, шутка, это, видимо, единственный способ более-менее как-то съехать с того, что тебе надо оправдывать неудобную позицию. Смотрите, раз тема такая серьезная, мы решили сразу первого гостя позвать такого прям... Колоритного. Колоритного, который понимает, это депутат Государственной Думы. Не выгрывай, да? Здравствуйте. Минус. Я считаю, что мат не должен быть в публичном пространстве, не должен быть на телеке, он не должен быть у официальных лиц. Петушня. Гомосеки, воин отсюда бегают, ты с пидорами теперь, ты и пидор одно. А почему он не знает самат? Уберите его, ну правда. Все, 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 все. Ставки с Мелоном, где он ругается матом, не умаляют того, что он сказал. Но если у нас такая молодежь, и этот контент, они понимают. Слушай, ну мало ли, молодежь понимает порнографию немецкую. Что ж, мы будем немецкую порнографию культивировать? Нет, не будем. С рассказыванием Мелонова я соглашусь, и хотел бы подметить, что, ну конечно же, молодежь будет понимать такой язык, потому что вы его культивируете. Вы не пытаетесь изменить запрос зрителя. Вы можете менять тенденции. Но вы это не делаете, вы просто потакаете, развиваете эти тенденции. Вот он построил карьеру и заработал очень много денег на том, что у него очень много мата в контенте. И у него огромная армия подписчиков. Что нам с этим делать? А вы-то ничего не собираетесь менять. Вас все устраивает. Нужно вам задать вопрос, когда вы начнете что-то менять. Сколько раз нужно вам сказать, что это плохо, чтобы вы такие, а да, это плохо, нужно делать лучше. Ты при детях этого не делаешь, надеюсь? Ты своему ребенку не будешь матом что-то говори? Нет, конечно. До этого он говорил, что, да, он дома ругается матом. Ты что, матом дома не ругаешься? Ругаюсь. Насколько нужно не понимать, чем занимается этот Билл, чтобы говорить фразу «ты при детях же не ругаешься матом?» Он на миллионную аудиторию ругается матом, среди которой, ну, очень большое количество детей. Ну, так вот, это нормально. Это называется культурой. На самом деле, это в профессиональной карьере, когда я занимаюсь этим профессионально, я вынужден это делать. А так, общаться с людьми я могу и без мата. Вынужден. Вот эта фраза вообще меня убивает. Человек-заложник своего контента, как будто он не личность, то есть ничего делать не может. Как понять, вынужден. Ты и вынужден делать то, что ты захочешь, в первую очередь. Вынужден это делать, потому что это снимает с тебя ответственность, следить за своей речью. Вот это было бы честно, а так, как понять, вынужден. Паш, ты замат в ютюбе или нет? Ну, да. Зачем ты с Зуровым? Я не считаю. Это неправильно. Спрашивать этого человека, заматан он или нет, это то же самое, что спросить человека, распивающего в парке алкоголь, а он за распитие алкоголя в общественных местах или нет. Ну, это же глупо. Самое главное, мне понравилось, какой он аргумент привел. Ну, это неправильно. Неправильно делать так, чтобы какая-то грязь, которая деградирует наше общество, не вливалась в это общество. Не понимаю. Ну, аргумент мощный, это неправильно. Без мата будет просто неинтересно смотреть, правильно? Ну. Честно, мне очень жалко людей, которые ценят тот контент, который они смотрят за мат, а не за ту информацию, которую там преподносят. Очень жалко. Там пацанам что-то вот они летят в самолете, видят, что уже он падает, не дай бог, да, они такие, алло, мам, да, что такое сонат? Нам, п***ц. Я больше, ну, не знаю. Тему изначальную про мат в интернете переводят чем-то в плоскость бытовых примеров, о которых вообще не шла речи и ничего общего не имеет с основной темой. Матом ругаются, по-моему, все. У меня во дворе дети ходят, ну, я не знаю, сколько им лет, да? Они, слава богу, меня не узнают еще, потому что очень молодые. А может, и узнают, даже не знаю. Ну, вот. У них мода такая плеваться, понял? Да, и курить еще. Курить одну на троих, да. Но они все время ебать там, Катюх-то, вот это. Я так, даже мне, я с собакой гуляю, думаю, вот у меня ребенок будет с такими, что ли, ходить хулиганами? Насколько же он противоречив в собственных словах, он даже как будто в какой-то момент сам осознал вообще всю проблему происходящего, потому что сначала он начал защищать мат, но потом пришел к тому, что он не хочет такого же со своим близким и родным. Он уже там посмотрел, экран же есть? Да, слушай, что думаешь? В первую очередь я хочу сказать, что я считаю не только плохо то, что на Ютубе сквернословие происходит, многочисленное, также плохо то, что происходит реклама алкоголя от блогеров, реклама мошенников, то есть все доходит до того, что у нас в студии сидит депутат Государственной Думы, сидит куча людей, которые рекламируют мошенников, незаконно рекламируют алкоголь. Происходит то, что стриптиз-клубы рекламируют спортсмены, которые себя называют спортсменами с барами, где бухло продают. Ценности, нравственность, мораль падают. И это очень плохо, то, что в детских садах, когда детям говорят изобразите праздник, они берут кекли, которым нужно играть, и изображают, как будто они чокаются алкоголь. Не все начинается на мате, не все заканчивается на нем, потому что здесь идет в целом, да, это все всегда работает в совокупности. Но у Амирана, у Эдварда, может еще у людей, сидящих в зале, есть огромное количество дел, которые, когда ты смотришь, можно даже прослезиться. То есть у Амирана есть вообще прекрасный блог, я давно смотрел, когда они помогали отцу многодетному. Миш, можно я сразу прокомментирую? Просто если бы не было вот развлекательного контента, который ты сейчас критикуешь, и мата, да, там, не было бы вот этих добрых дел, потому что не было бы такой огромной аудитории, которая дала 10 миллионов или 11 этому отцу-одиночке. Еще раз говорю, я бы не собрал даже близко таких сумм, если бы до этого не производил бы вот тот самый контент, против которого ты сейчас выступаешь. То есть ты считаешь, тебя смотрят из-за того, что происходит мат, голые девушки, я считаю, что я делаю сейчас запрос зрителя и молодежи именно на такой контент. Лучше уж ты меньшими деньгами поможешь, но при этом ты будешь делать контент полезный, который будет также развивать людей. Есть очень много на Ютубе каналов, есть канал Слоу Пацана такой, он там помогает бабушка, также вот Эдвард, да, помогает, он недавно приюту для бездомных животных, огромную вообще фуру привез, тоже ему за это уважение. И когда вы делаете вот эти поступки, это очень хорошо, что вы подаете пример хороший вот в этом всем сгнившем, да, то, что в принципе происходит. Это просто обязательно. Миш, мы не можем нигде деньги брать, если мы не будем делать до этого то, что ты критикуешь. Но я не делаю. Вот мне интересно, вот они прямо на полном серьезе считают себя каким-то бездарными, никем, без мата, алкоголя, реклама мошенников. Я не могу понять, как это работает. Они не считают то, что они делают интересный контент, способный привлечь внимание людей без всего вот этого. Но это просто какой-то бред. Вы хотите сказать, что все люди, которые зарабатывают дофига денег, зарабатывают их только матом? Если ты талантлив, то ты можешь зарабатывать красиво талантом, понимаешь? Если ты... Но это все красивые слова, Виталий Валентинович. Я иду, убиваю одних, чтобы отдавать деньги другим, да? Согласен с мыслью Милонова, и в целом, мне очень понравилось, как он сказал. И подмечу, это не просто слова, множество людей добилось большого успеха и зарабатывают хорошие деньги, не делая того, что делаете вы. Именно вот в медиаресурсе, создавая какой-то контент. Ко мне обратилась женщина Марина. Да. Она подписчик моего канала. Она инвалид ДЦП. И я бы хотел призвать вот тебя, Амиран, и тебя, Эдик, и помочь в этой истории. Ты к вопросу, нужно ли вообще ходить на такие передачи? Я считаю, что, конечно, нужно, если ты знаешь, что ты сможешь донести какую-то свою мысль, именно продуктивную, правильную мысль, созидательную, зная то, что это смотрит миллионы людей. Поэтому, почему бы нет? Я сам тоже перевел, но когда я отказался от плохой рекламы, у меня сильно упали заработки, сильно я помочь не могу. Поэтому я прошу всех. Вот, Миш, теперь смотри, мы без вопросов поможем, раз такая история. Но теперь ты сам сейчас, мы поможем вместе. Но ты сам теперь говоришь о том, что у тебя упали а, заработки, б, следующим этапом у тебя упадет внимание к тебе, и когда ты будешь делать стрим, у тебя не наберется даже 30 тысяч рублей. Рейды я делаю, так же люди смотрят. Ну, это же история, если закончится, ты же на этом держишь. Как это не закончится? Люди всю жизнь будут грешить. Пока вы это рекламируете, люди будут брать примеры грешить. Я вообще не понял, в чем здесь логика Амирана, какая связь между рекламой мошенников и просмотрами. Он думает, что люди смотрят те или иные выпуски из-за рекламы мошенников, что ли, или как? Типа, перестанешь рекламировать, люди перестанут смотреть. Не понял логики. Но это тоже не самый достойный пример контента. Почему не самый достойный? Ну, понятно, что не самый достойный. Все люди, кто-то лучше меня, кто-то хуже, но все мы должны стараться подавать правильный пример и делать правильные поступки. Нас сейчас смотрят миллионы людей. На мой взгляд, вот это и есть ответственность перед уди-доликой. А ты понимаешь, что каждое твое слово, каждое твое действие может повлиять на зрителей. Вот я приюту помог, мы привезли там около 10 тонн крупы риса, да. Помогли. Представь, сколько таких приютов сейчас написало нам. А нас тоже много. Очень много человек. Смотрят миллионы людей. Не-не-не, я к чему веду, что ты говоришь про одну девушку, поможем ей, а вторая... В плане, вот смотри, Камерану обращался мужчина, он ему помог. А еще 100 человек, которым мы должны тоже... А мы... Не хватит на всех просто нас. Ну, понятно, не хватит. А как тогда? Нет, это уже не стоит, ничего не делать. Я сижу и не понимаю, вести свои аккаунты, начать вести YouTube-канал. Если вот просто поток их мыслей, это какой-то бред. Даже Амиран уже не понял, что пытается нам сказать Эдвард Билл. Я очень надеюсь, что Эдвард Билл это связано с его усталостью, а не с тем, что действительно он так мыслит. Правда, ты занимаешься благотворительностью? Да. Но я это делаю очень тихо и не считаю нужным как-то это на всеобщее обозрение. А можно последнее сказать, что мы грехи делаем публично, но это тихо. А вот у Юра Дудя. Очень тихо слышно, но очень хорошую мысль Миша сказал, что то, что мы делаем негативно, мы за это не стесняемся и готовы это на миллионную аудиторию публично показывать. А добрые дела мы вот делаем тихо, потому что это так надо. Фраза, а то, что публичное дело нужно делать тихо, она, наверное, говорит о том, что не нужно орать, что вот я красавчик, я сделал доброе дело. Ты не должен себя восхвалять в этих делах. Это об этом речь идет. А ты чувствуешь на себе ответственность? Вот тебе говорят тоже мамы. Каждый взрослый человек на себе чувствует ответственность о том, который ты делаешь. Да. Слегка познакомлюсь с этой дамой. Возможно, многие даже, как и я, в принципе, в первый раз ее видят. И было бы неплохо вам познакомиться, за какой контент она чувствует ответственность. Выпьем мы за женский круг, именно за тех подруг, что не раз тебя спасали и с*** все выручали и твердили много раз, что твой бывший пи***. Вот раздался звук бухлишка, сразу красивее, ногти, брови, красота. В с*** нам пора. В следующих роликах это вообще прямое нарушение закона, именно 20.20, и она же чувствует ответственность за свои действия, взрослый человек. Наверное, она тоже пошла и как ответственный человек оплатила штраф. Чтобы у него всегда стоял, чтобы никогда не изменял, чтобы деньги он на сберки дал, да в общем, чтобы существовал. Открыто! Открыто! Сразу видно, что у этой девушки отсутствует воспитание, потому что подобные ролики она делает со своей мамой, как, допустим, в этом видео. У меня даже в профиле написано, что это 18+, чтобы ко мне не было вопросов, что смотрят дети и так далее. Написать 18+, это нести ответственность, на мой взгляд, это позиция безответственного человека. Самый удобный вариант. Любой зритель заходит на ее инстаграм и спокойно смотрит видео, не проходит никакой верификации своего возраста. С автором, в принципе, все понятно, но у меня наряду возникают вопросы к инстаграму. Вот на это подписываются миллионы людей. Он не видит, этого не замечает, не блокирует или ему, в принципе, плевать. Они это как-то выборочно делают. Почему говорит депутат, что он завидует, ну, не Оксимирон, это туфта, его надо расследовать, потому что он завидует, он не может так самовыражаться. Как Оксимирон? Так это все равно, что пойти, нагадить вот здесь, Оксимирон ругается матом. Вы не можете ругаться, потому что вас сразу уволят с должности. В связи с родом моей деятельности часто такой же бред мне говорят люди, которые бухают в парке. Говорят, типа, да ты мне завидуешь, потому что ты не можешь бухать, как я. И одновременно, и смешно, и грустно. Я считаю матом ругаются люди за того, что депутат получает 400 тысяч, а врач получает 80 тысяч. 30, да. И он 12 часов стоит за операционным столом. Как тут б***ь б***ь, б***ь, скажи мне. Согласен. В один момент на передачу пошел вот подобный дешевый популизм. Вот за что вы получаете 400 тысяч? За что? Вы не делаете, реально, вы догибаете народ раком. Если ты такой умный, иди вместо меня, баллотируйся против меня, выиграй выборы, стань депутатом, и занимайся вместо меня, если ты будешь делать лучше. Я же не лезу в твой карман. Я себе зарплату не начисляю. Меня удивляет, что этот парень, допустим, не задает таких же вопросов подобных, почему те же блогеры зарабатывают большие деньги, обманывая его граждан. Если рассматривать саму должность депутата, не брать каких-то личностей, кто там на ней стоит, она должна быть высокооплачиваемой. Это очень большая ответственность, потому что ты должен быть готов, что подобный любой блогер будет тебя пинать, не зная ни единого твоего закона, проекта, не зная вообще украл ты хотя бы или рубль, может быть, ручку со стола ты даже никогда в жизни не воровал, а он будет тебя уже обвинять в том, что ты миллионы воруешь, поэтому это большая ответственность. И, конечно же, это очень большие обязанности, и мы сейчас не говорим о том, кто их выполняет. Сам факт того, что обязанности большие. И ваше государство нам не дало ничего. Нет, вот знаешь, если ты говоришь ваше государство, там Петербург, Ленинград, город Москва, мне ничего не дали. Ты девять классов закончил. Из-за таких, как вы, я заканчиваю директор, потому что я потом иду продавать наркотики, употреблять алкоголь. Я, конечно, был удивлен, что человек сидит в лицо депутату, говорит, что он идет продавать наркотики. И я думал, вот то, что не нужно на такие вещи говорить, но он как-то не отреагировал, может, пропустил это мимо ушей. Человек, который попадает в сложную жизненную ситуацию, умный человек, хотя просто адекватный человек, он не пойдет делать себе еще хуже, деградировать, тратить какие-то свои последние сбережения на то, что его убивает. Нет, он наоборот начинает искать работу, как-то улучшать свое положение, стараться найти воду, еду, то, что ему поможет жить и развиваться. Могу я зачитать шутки из интернета про вас? Ну, они с матом. Если это шутка, шутка, читай. В детстве бабушка поймала Виталия за дрочкой. И он пытался запретить бабушек. Милонов так ненавидит геев, что готов лично вы***ть этих пи***ов. Вы к этому, вот это с матом, это смешно, как вы видите. Как вы к этому относитесь? Это не смешно, нет. Ну как, люди смеются? Честно скажу, если бы я эту шутку прочитал в интернете, и мне бы сказали, что над ней люди смеются, я бы не поверил. Я бы очень сильно удивился. Но когда я вживую увидел, что люди над этим смеются, ну, в принципе, сами судите, какой уровень деградации у нас у людей. Потом они же будут удивляться, почему у нас такие глупые фильмы с юмором ниже пояса, пошлым юмором, какие-то глупые передачи с подобным юмором. Как сказал Амиран, ну как люди смеются? Когда я живьем послушал их аргументы, доводы и рассуждения, ну, я очень был удивлен. Не в лучшую сторону. В принципе, им плевать. Хорошо они делают или плохо они делают. Они все равно это будут делать. Они это будут делать, пока это приносит рейтинги, пока это приносит доходы, соответственно. Это очень печально, пока люди молча будут хавать это. У меня складывается ощущение, что единственное, что их может остановить, это какие-то законные меры, когда их начнут законом как-то привлекать, вынуждать не делать такой контент, блокировать его, закрывать или лишать их способа монетизации. Мне кажется, только в таком случае они как-то начнут задумываться, что они делают. Ну, грубо говоря, когда это лично их коснется. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень будет интересно их почитать. Задавайте вопросы, я по возможности буду на них отвечать. Спасибо и до новых встреч.